Добрый вечер! Сейчас мы находимся в Волойнской волости в кооперативе Мэдэм Цэмс. Это недалеко от Риги, там буквально 3, по-моему, километра. Вот, где установил горелку в Ферроле Сонпо-7. Сонпо-7, меня уже поправляли в комментариях, извините, вырвалась привычка. Вот, и получается, что мы на Виадрус У-22, которому 10 лет на данный момент. Прошу обратить внимание, какое вы увидите состояние его. Вот, в рабочем режиме он не просто стоял, а работал. И здесь я расскажу про накопительную емкость, которая есть, которой мы нагреваем уже примерно час времени. Сейчас было там плюс 17, сейчас уже, по-моему, 44 градуса в накопительной емкости. Эта котельная используется без установки температурного комнатного датчика, потому что здесь есть уже от накопительной емкости своя электроника, которая обогревает этот дом. Площадью 117 квадратных метров, сейчас подсмотрю. Да, 6-секционный Виадрус У-22. Вот, так что, сейчас мы покажем вам, что мы покажем. Сейчас у меня зависла камера, вот развисла. Так, значит, вот эта вся котельная. То есть, она очень компактная, очень чистенькая, то есть, и вот так это все приблизительно выглядит. Вот, значит, что я хочу сказать, что меня спросил хозяин, есть в каких-то горелках компрессор, и есть ли у этой горелки что-то типа компрессора, который сдувает с решеточки или очистка, самоочистка у этой горелки. Да, есть, здесь присутствует шестая скорость, всего их используется в рабочем режиме 5, а шестая это чистая продувка, то есть, с решеточки мы удаляем залу, ну, залу от сгоревших гранул. То есть, данная горелка устанавливается практически на любой котел, вопрос только там в нижнюю дверцу, в среднюю или в верхнюю. Вот, но самое лучшее КПД получается у нас в нижней, скажем так, дверце, если устанавливать эту горелку. В данном случае, еще меня спросили про безопасность. Безопасность отвечает, за безопасность отвечает вот этот датчик, он на 85 градусов отключит шнек и отключит вентилятор в горелке. Да, вы слышите вентилятор, который берет кислород вот из этих нижних отверстий, из которых торчат провода. И слева и справа от нее есть вот эти отверстия. Дальше по безопасности в случае, если каким-то образом у нас пойдет пламя и сгорелка вот в этой трубочке, сейчас я покажу, вот в этой трубочке, то в этом случае здесь прожжется отверстие, через которое упадет сюда вниз жменька этих гранул. Задача, чтобы внизу ничего такого у нас не стояло из горючего, горящего. Вот, что касательно безопасности, также прошу обратить внимание на бункер, который у нас стоит на ножках, которому можно также приделать еще колесики. Здесь был вот этот вопрос у хозяина, хотел он колесики сделать, но тут у нас получился замечательный такой проход. И этот бункер, хотя здесь входит 135 килограммов в грамму, очень спокойненько можно двигать, потому что на ножках здесь есть еще регулировочка такая пластмассовая, да, внизу. И она очень хорошо по кафелю скользит, поэтому он взял и спокойненько это все, чего пододвинул. И сказал, что ему колесики не нужны, потому что промыть можно очень спокойно под таким бункером, и все хорошо. У горелки есть также насыпка гранул в электронном виде, но я всегда делаю вот эту вот розеточку с вилкой, вот этот шнек, ну от шнека провод работает на 220 вольт, и отсоединив, если вы забыли засыпать гранулы, вот эту вилочку просто вставляете в розетку, и таким образом за 10 минут наполняете полностью заново шнек, отсоединяете перед этим вот эту гофру по часовой стрелке, крутите вот так и снимаете, да, и также ее одеваете, потому что здесь есть резьба. Вот, и когда посыпаете, ну, за короткое время, за 10 минут вернете в рабочее состояние работу горелки, да, то есть вот эта труба от шнека просто пустая, если вы забыли засыпать гранулы, то есть привыкли к тому, что, допустим, 5 дней не надо засыпать, приходите, а там уже пусто, то есть, поэтому таким образом это все нужно, ну, облегчает продолжение, ну, как бы, правильной работы горелки, да, за 10 минут можно это решить не электронным способом, потому что он довольно сложный, и обычно, ну, как бы, когда звонят по телефону, мне сложно об этом рассказать, чтобы там еще чего-то не напутали в этих настройках. Так, дальше, в данном случае мы салус не используем или какой-то температурный комнатный датчик, допустим, RDS 100.1 или RDH 10 или RDS, то есть по той причине, что здесь вся электроника сделана уже от вот этой накопительной емкости, да, здесь также стоит еще ионный котел, Галан, вот, которому тоже очень много, скажем так, лет, но у него накрылся вот этот контроллер, и теперь там был error, и по всей вероятности, как у нас это было с берилом, там идут два проводочка, и на обратке просто сломался вот этот вот датчик, потому что на него попала вода, скорее всего. Вот, это стоит всего там 14 евро, и будет опять Галан работать, но Галан это в 6 раз примерно дороже, чем гранулы. Вот, дальше, что можно сказать, что, в принципе, для чего горелка в Ферроле вообще была придумана, для того, чтобы облегчить просто жизнь народа, чтобы они не были кочегаром, и чтобы могли спокойно работать, отдыхать, приходили домой в тепло, и также ночью за них вставала горелка, а не они сами, да, плюс здесь топили углем, то есть это очень грязное мероприятие, плюс очень можно еще получить какую-то аллергию, пару человек видел, поэтому моя рекомендация проще, экологичнее, ну, как бы топите гранулами, которые производятся в Латвии, поддерживаете, так сказать, экономию Латвии. Что по экономии, да, то есть здесь уходило 5 кубов дров и 2 тонны угля, то есть на дом 117 квадратных метров затраты были 540 евро в год, ну, в среднем, столько закупалось, что-то, говорят, оставалось, да. Что касательно в данном случае, то 70% клиентов на 117 квадратных метров будут тратить 3,5 тонны гранул, сегодняшняя цена 140 евро, соответственно, 490 евро получается у нас в год. В принципе, то же самое, что на дровах и на угле, но в этом случае вы просто будете круглосуточно жить с горячей водой и в плюс 22 градуса. Ну, еще раз повторю, что это чисто, ну, так не все топятся, но процентов 70 наших любимых клиентов. Вот, что еще? Как узнать, меня спросили, как узнать, на какой мощности работает горелка? Горелка. То есть в данном случае, я сейчас покажу, я сейчас покажу. Значит, за этот параметр отвечает U07. Нажимаем 7 раз вот эту кнопочку и вот здесь ОК или Энтер. Нажимаем и сейчас видим пятая мощность сейчас у нас работает, да, то есть таким образом. Как получается выйти из этого режима, подтверждаем ОК и выходим. то есть вот таким образом. Здесь еще хозяин попросил сделать ему полочки, но не сделать, а установить. Я вам сейчас покажу. Одну секундочку. Секундочку. То есть вот так она работает. Вот так она работает на пятой мощности. С фото вспышкой не так хорошо видно, но тем не менее. Ой. Сейчас. И здесь вот у нас есть полочки. полочки. Где они? Вот они полочки, которые экономят у нас до 25% гранул. То есть они вставляются вот это, допустим, 6-секционный котел, соответственно одна полочка такая кривая, первая она ставится, да, и это идет как один. И дальше 4 полочки прямые, вот, устанавливаются и все. То есть чтобы на одну полочку было меньше, чем секций. То есть ну, наверное, понятно. В 6-секционном Viadros U22 я поставил одну первую полочку и еще 4 прямых полочки. Вот. Ну, вот так вот будет понятно. Так, сейчас еще меня спросили, ну, спрашивают количество секций. звонят и спрашивают, что вот у меня 4 секции Viadros U22 можно поставить? Да, можно. Или 10 секций, это без разницы, двери у всех одинаковые, ширина у всех одинаковая, высота одинаковая, только добавляются секции, они все подходят. Также и Симы, и Дакон, и Атак, все они идентичны. Вот. Еще был такой момент, ну, обычно хозяева покупают еще ТЭН, ТЭН у нас стоит 58 евро на прозапас, хотя у нас идет гарантия на один отопительный сезон, когда мы это все ставим. И ключ, на который, чтобы открутить этот ТЭН, там он на такой идет колодочке электронной, ну, электрической, то есть ее спокойно снимаете двумя руками, отсоединяете и ключик нужен оказывается на 22. Это для меня была новость, потому что я думал, что меньше. Вот. И как бы на этом в принципе все. Благодарю вас за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду благодарен за комментарии, отвечу на все какие-то любые ваши вопросы, так что обращайтесь, буду рад вам помочь. До свидания.